Да, GoPro. Так, смотрите. Мы находимся сейчас на стенде Лора Ирис. Девчата заняты подготовкой к рабочему дню. Как я уже сказал, репортаж мы сегодня ведем до открытия выставки, потому что особенность такая нынешних выставки. Юля, доброе утро. Очень много людей, и не позволяет совершенно это количество людей отвлечься на такую ерунду, которую мы показываем. Хотя не считаю ерундой, так ерничаю, но все равно. Невозможно снимать, когда 20 человек на стенде и работают. А сейчас можно. Я все-таки отвлеку на 3 минуты Юлю. Она нам расскажет об особенностях фирмы. Покажет нам самый дорогой и самый дешевый бюстгальтер и самый популярный. Что у вас? Рассказывайте. Да, Юля, представьтесь сначала, чтобы знали, с кем мы говорим. Юля, я представляю компанию Лора Ирис. В качестве? Участвую в разработке моделей. Понятно. Значит, вы все знаете великолепно о каждой модели. На сегодняшний день ближе к осени стала набирать больше популярность модель Лора Ирис 6426. А что они на вешалке Балалум? Вот это лучше. Это уже настоящая Лора Ирис. Это самая популярная модель сейчас, да? Сейчас, да, она самая популярная и она в средней цене, не самый дорогой, не самый дешевый. Ну, сколько гривен? 325 гривен. Это комплект или... Комплект. Ну, скажем, да, 600 гривен это розница, будем считать. Это сколько получается? Сейчас доллар 25? 26.60. 26.60. 25 долларов, 1500 рублей в комплект, стоит в рознице. Это я перевожу на российские реалии. Что еще? Это вы показали самый дорогой и популярный. Самый популярный. И еще вот эта модель, тоже пользуется спросом. Лора Ирис 6419. В синеголубом цвете. И тоже та же цена приблизительно? Приблизительно та же цена, да. Но это не средний, это ваши высокие, скажем, самые дорогие вещи. А вот покажите средний. Самый дорогой комплект, он кружевной, он стоит там на доллар дороже. На доллар дороже. На доллар дороже. Понятно. Ну, к примеру, 350 гривен он стоит. А вот если я сам назовем, сам. Ой, такой. Недорогой, недешевый. Ну, вот, к примеру, вот эта модель, она стоит 9 долларов 80 центов. Комплект? За комплект, да. 10 долларов за комплект. Вот его цвета. Ну, в общем-то, 1300 рублей будет стоить в рознице, в 100% наценке в России. Стоил бы. Там есть, кстати, товар ваш? В России есть, да, есть некоторые. Кому обращаться? Ростов-на-Дону. В Ростове есть, да? А у вас в каталоге не указанных адрес? Не указан, но на сайте у нас указан. А сайт? Сайт lora.iris.com Вот сейчас так пишется без пробелов. lora.iris.com Кому интересно, могут сразу набрать и посмотреть ассортимент, цены. Все там есть, да? Да, да, да. С тем связаться. Материалы. Чем вы гордитесь? Кстати, это только у вас корсетка? И здесь же вот еще есть. Это тоже ваше или это вы что-то другое предлагаете? Это наши партнеры. Мы вместе участвуем в выставке. Это новая линия домашней одежды и пижам, а также некоторые модели уличных пижам, потому что на сегодняшний день это очень модное направление. Где? Покажите, уличную. Например, вот это, уличная пижама, пиджак и брюки. Оно пошито в стиле пижамы, но это такой костюмчик, он выполнен из плотного катона. А как марка называется? Новый бренд называется Светлица. Он полностью разработан и произведен на Украине. А что стоит? В розницу такой комплект будет стоить полторы тысячи гривен. А где комплект? Здесь только... А вот, смотрите. Здесь брючки с бюджетиком. Тысяча пятьсот гривен. Тысяча пятьсот гривен. Но это не низкая цена, скажем. Это не низкая цена, но это такой... Для такой продукции это... А материалы здесь какие? Даже ниже средней рыночной цены. Стопроцентный катон, если речь идет о уличных моделях. И катон с вискозой, если речь идет о домашней одежде, одежде для сна. Понятно. Ну, только можно порадоваться, потому что цена даже я умножаю на... Ну, давайте разделим на тридцать, чтобы евро получить. Тысяча пятьсот это на тридцать, получается пятьдесят евро, да? Да. В рознице. Сейчас такие фасоны очень популярны в Европе и набирают популярность. И подобные продукции можно найти, но цены будут от ста евро, минимум. Понятно. Ну, вот можно порадоваться. Я начал тут мысль, что в Украине есть покупатели, которые приобретают изделия по ненизкой цене. Красивый у вас сундучок такой? Да. Клад открыли. Да. Хорошо, спасибо. Что еще можно сказать? Интересно. Сколько моделей вообще в ассортименте у вас? В ассортименте, наверное, у нас на сегодняшний день в актуальном наличии около 20 моделей в различных расцветках. Скорее, в двух-трех расцветках каждая модель представлена. Ну, здесь-то я вижу, вон, много как... Что я хотела бы... Подчеркнуть. Подчеркнуть, что во всех комплектах хлора ирис всегда внутри будет хлопочек. Хлопок внутри чашки. Хорошо. В отличие от даже более популярных и дорогих брендов, все-таки они не всегда соблюдают это правило. Да. А вот, смотрите, это другая у вас марка. Это другая марка. Мы ее тоже представляем. Как оптовики. Очень хорошо с ней работать. Нам нравится. Они специализируются на больших размерах. Ну, пока вы у нас рекламируете Лора Ирис, поэтому мы говорим о Лора Ирис. Лора Ирис – это наша любовь, наше детище. Мы очень крепко относимся ко всему, что связано с этой фирмой. Скажите, работа со склада свободного или это надо заказывать за полгода? Нет. Весь товар всегда в наличии. И оформляем заказ, и в течение ближайшего времени мы отправляем. Хорошо. Ассортимент в Ростове большой? То, что у вас есть и у них, или там очень ограниченный? Они только начинают, они пробуют, они переживают, сомневаются. И поэтому у них нет всего ассортимента. Ну, это оптовая компания, правильно? Так что, если кто-то из оптовиков заинтересуется, могут к вам обращаться из других городов России и открывать у себя ваше представительство или склад? Вообще, мы бы хотели открыть большой, мощный оптовый склад на территории России. Сами? Мы бы хотели найти партнёров, которым можно доверять, хороших, компетентных людей, и очень были бы рады так сотрудничать. Хорошо. Условия вы им предоставите? Условия мы предоставим исключительные. Мы очень лояльные, очень порядочные. С нами всегда легко и приятно работать. Ну, хорошо, я постараюсь найти вам партнёров таких. Постарайтесь, пожалуйста. Раз поставили задачу, значит, надо выполнить, найти вам хорошего партнёра, оптовый склад, который возьмёт к себе в ассортимент ещё и вашу продукцию, который не будет вытеснять те бренды, с кем он работает, а только дополнит их. Да. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам большое. Приходите к нам в гости ещё. Обязательно. Спасибо. Спасибо.